Комфорт и удобство не делают человека. Они его только портят, говорил норвежский археолог, путешественник и писатель Турхейрдал. Но для тех, кто не боится переизбытка комфорта, сегодня в выпуске. И дороги целы, и трубы отремонтированы. В Щебоксарах опробовали новый способ ремонта коммуникаций без раскопок. Погода в доме. При капитальном ремонте многоквартирных домов используют энергосберегающие технологии. Свои стройматериалы к стройке ближе. При строительстве в Чувашии используют инновационный кирпич местного производства. Российская примета. Если положили новый асфальт, значит скоро в этом месте будут менять трубы. Впрочем, сейчас есть технология, которая позволяет ремонтировать подземные коммуникации без раскопок. Проспект трактора строителей. Вдоль проезжей части под газоном на глубине 8 метров проходит канализационный коллектор. По нему стойки, собранные почти со всего города, текут на очистные сооружения в Новочебоксарск. Коллектор нуждается в ремонте, но обычным способом сделать это проблематично. Во-первых, для работы тяжелой техники и котлована мало места. Во-вторых, рядом другие коммуникации – газ, тепловые сети. В-третьих, в отличие от водопровода, перекрыть канализационную трубу надолго невозможно. Для таких случаев или если, например, трубы под свежим асфальтовым покрытием, есть новый способ. Мы долго шли к этой технологии. Это технология спирали навивной трубы. То есть лента, которая подается в колодец, формируется прямо в колодце в виде трубы меньшего диаметра и подается в трубу существующую, ну, вероятнее всего, ремонтируемую от колодца до колодца на определенном участке. Потом в результате того, что замок разъединяется, труба принимает диаметр существующей трубы. Ремонт этого участка – своего рода показательное выступление в рамках семинара представителей водоканалов России и стран СНГ в Чебоксарах. Технологию продемонстрировала компания из Екатеринбурга. До конца года этим методом в столице Чувашии планируют отремонтировать еще один участок на Московском проспекте. Если способ себя зарекомендует, возможно, чебоксары приобретут оборудование. Мы не раскапываем ничего, видите, неземляные работы не производим. Мы производим от колодца до колодца. Технология, конечно, она дорогая, но она нужна именно в таких узких местах, где нет возможности построить новую трубу или восстановить другим способом. Если сравнивать с укладкой новой трубы, будем создавать проблемы. Нужно будет перекачивать как-то это стоки. Есть очень стесненные условия прокладки новой трубы. По цене это 30% дает экономии. В новой трубе, которая образуется внутри старой, не страшны. Агрессивная среда канализационных стоков и высокая температура. Гарантия при данном способе ремонта – 50 лет. И еще о новшествах. Связаны они с капитальным ремонтом. Чем холоднее на улицах, тем теплее батареи в квартирах. И наоборот. Причем регулируется это все автоматически. По таковому принципу теперь работает система отопления в доме номер 41 по улице Николаева, в Чубаксарах. В октябре, когда на улице плюс 5, батареи такой же температуры, как в феврале, когда за окном минус 20. Ситуация знакома многим, так было и в доме номер 41 по улице Николаева. Однако после капитального ремонта система отопления и горячего водоснабжения за погоду в доме отвечает не только ресурсоснабжающая организация, но и специальная система в обновленном тепловом узле. Уличный датчик передает погодные данные на так называемый контроллер. Данный контроллер в зависимости от температуры наружного воздуха, минус 3 градуса, контролирует температуру подающего и обратного трубопровода. Тем самым изменяет коэффициент смешения. Данный контроллер дает комфортную температуру в квартирах. Новая система проявила себя сразу. С непривычки жителям пришлось поволноваться. Сначала было похолодание, дали отопление. Потом стала плюсовая температура и у нас батареи остыли. Все в шоке. Как бы так? Было отопление, не стало. Стали звонить в управляющую компанию, в капремонт, что такое. Оказывается, у нас просто стала работать терморегулятор. Похолодало, все повысилось. Сейчас хорошо дома, тепло. Уже в следующем месяце, когда придут квитанции за коммунальные услуги, жители должны почувствовать еще одно преимущество новой системы – экономию. На эту цель работает и новое теплоизоляционное покрытие теплоузла. Выглядит как обычная зеленая краска. Однако благодаря нему при температуре теплоносителя в 62 градуса трубы слегка теплые. А это значит, вода не остывает, пока идет в квартиры. Где-то применяют новые технологии, а где-то не могут получить элементарные удобства и комфорт. Жители одного из домов в поселке Кугесе до сих пор живут с холодными батареями. На данный момент во все многоквартирные дома республики подали отопление. Такова официальная информация, которую озвучили в начале недели на совещании правительства. А вот от жителей поселка Кугесе до нас дошли другие сведения. В доме номер 20 по улице Первомайская, может, по трубам и циркулирует вода. Но отоплением это назвать нельзя. Трубы слегка теплые, а на улице уже давно минусовые температуры. Раньше, когда дом относился к училищу, было тепло. Батареи были кипяток, прям дотронуться нельзя было. Как нас передали в ЖКХ, батареи стали более-менее. Последние 2-3 года у нас в этой угловой комнате батареи вообще холодные. Я вот сплю одетая, вот. И внучка также под тремя одеялами спит и одетая. Невозможно, вообще пара изо рта даже идет. Красноречивее любых слов показания термометра. Вот, давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. 15. За окном только начало ноября. В зимние месяцы приходится спасаться радиаторами, что сказывается на суммах в квитанциях за электричество. Жители, которые занимаются проблемой холодных батарей, не первый год предполагают, из котельной теплоноситель выходит нормативной температуры. Однако, пока по ветхим коммуникациям идет к их дому, все тепло теряется. Чтобы подтвердить предположение, не пришлось ехать к инженерам и специалистам. Достаточно было спуститься в подвал. Здесь, как под душем, кругом вода, вот под приличным напором бьет струя. После увиденного и пары звонков течь приехали устранять мастера. Впрочем, проблемы это, конечно, не решит. Почему-то собственники жилья сами не хотят свои проблемы решать. Необходимо отметить, что дом по Первомайской 20 – это бывшее общежитие училища, которое на сегодняшний день на 75% приватизировано. То есть получается, что три четверти жилья в этом доме имеют своих хозяев, имеют своих собственников. Поэтому, по сути дела, данные проблемы должны решать собственники. Со своей стороны, администрация Кугейского сельского поселения в течение года провела три конкурса на определение управляющей компании. Но все три конкурса были безрезультатными, потому что не было ни одной заявки. Согласно закону, мы должны снова объявить конкурс. Поэтому в ноябре будет опять очередной конкурс на выбор подрядной организации. Ну, управляющая организация, ну, я думаю, что он опять пройдет безрезультатно, потому что ситуация в этом доме действительно аховая. Он в крайне запущенном состоянии. И на сегодняшний день я вижу выход только в одном – это создание ТСЖ. Впрочем, возможно, виновата не только старая коммуникация. Дело в том, что в квартире на верхнем этаже никто не живет. Из батареи просто не стравили воздух. В администрации поселения предложили поискать собственников. Опять же, самим соседям. А вот в администрации района обещали помочь. По тому, что верхние соседи не стравили воздух, данная информация к нам поступила тоже вот только что в отдел. В первую очередь, надо принять те меры для того, чтобы установить этих собственников. Эти возможности тоже имеются. Теплооснабжающие организации надо убедиться, что действительно подтвердить этот факт, что на верхних этажах произошла пробка воздушная. Если будут трудности по установлению собственника, есть меры, которые по вскрытию жилых помещений. Это с приглашением участкового полномочия полиции, администрации сельского поселения. Мы представительно отправим это дело. Собственников меры будут приняты. Сделает этот шаг батарея теплее или нет, пока неизвестно. Но это единственное, что можно предпринять в ближайшее время. Мы будем следить за ситуацией. Это все о ремонте, а теперь к сфере строительства. Об использовании местных строительных материалов, халатности, при проектировании составлений смет и изменений в законах в части государственной экспертизы говорили на совещании с руководителями строительных организаций. Это совещание мы решили создать по просьбе руководителей отдельных строительных организаций. Есть темы для нашего совместного обсуждения. С одной единственной целью, чтобы в дальнейшем нашей совместной деятельности расставить правильные приоритеты. Судя по повестке, пока таких приоритетных направлений выделили два. Первое – использование при строительстве местных материалов. Строительный комплекс Чувашии почти полностью обеспечен материалами собственного производства. В республике действуют 9 заводов и производств. По выпуску сборного железобетона совокупной мощности железобетонных конструкций более 500 тысяч кубических метров в год. 10 кирпичных заводов мощностью более 350 миллионов штук условного кирпича в год. В том числе облицовочного. Почему те же самые материалы наши, ну так скажем, строительные организации закупают за пределы Чувашской республики? На сегодняшний день, да, есть вопрос ценовой политики наших производителей. Мы об этом знаем. Знаем, что есть более дешевые материалы на территории Российской Федерации, которые там в том же Подмосковье производятся. Но тут возникают вопросы относительно качества. При строительстве и жилья, и социальных объектов временно исполняющий обязанности министра призвал ставить качество материалов не на последнее место. Также о качестве, правда, уже в проектировании и составлении СМЕД говорил и другой докладчик. И это второй приоритет. И спройтись по проектам, ну, остановлюсь на наиболее крупном инвестиционном проекте, который реализовался республикой в последнее время, это Ледовый дворец. Привлекалось два проектных института. То есть, соответственно, вносилось в ходе самого проектирования, ну, десятки, наверное, сотни изменений проекта. Проводилось две экспертизы. В конечном счете, экспертизу конструктива мы получили по проекту, а ценовую экспертизу фактически сегодня устанавливает суд. Потому что мы ее в конечном счете не получили. Как фактор, объект не оплачен. Идут судебные заседания. У меня буквально недавно введенный объект, Молтинбайк, тоже, наверное, кто живет в северо-западном районе, его знают. Порядка 70% проекта первоначального были переработаны в ходе строительства. То есть, это говорит о том, что проектант подошел формально. Такой же пример можно привести по московскому мосту. Можно было использовать более современные сегодня материалы, там, металлоконструкции, облегченные вещи. Ну, вот, получилось, что заказчик, со слов, опять же, проектанта, захотел, чтобы это было все в бетонном исполнении, там, с определенной, там, конструкцией, что в конечном счете дает порядка 200 миллионов дорожания данного проекта. Список я могу продолжить, отметил Иван Моторин. Чтобы избежать таких неприятных историй, хотя бы при строительстве детских садов, можно использовать типовые проекты. Однако у нас почти каждый муниципалитет стремится сделать что-то уникальное. Обсудили представители строительной отрасли и изменения в законодательстве по части экспертизы. Со следующего года документы будут принимать только в электронном виде. Кстати, про местные материалы для строительства. Мы побывали на объекте, который возводят из инновационных паризированных керамоблоков, которые производят в Чувашии. Северо-западный район строительства многоэтажного дома, железобетонный каркас и кирпич. Казалось бы, что инновационного? Все дело в кирпичи, вернее, паризованных керамоблоках. Такие глиняные блоки с порами, которые хорошо удерживают тепло зимой и прохладу летом, производили и раньше, но не таких габаритов и не в Чувашии. Сейчас производство налажено в республике. Что касается размеров, то они больше обычных кирпичей. Кроме того, их геометрия позволяет не наносить раствор по боковым стыкам. Так что, кроме энергоэффективности, у таких кирпичей есть еще один плюс. С их помощью дома возводятся быстрее. На строительстве этого дома используем чисто свои материалы. Паризованный кирпич, который создает нам экономию в плане расхода материалов, расхода раствора, за счет объемности его проще, быстрее ложить. И он очень хорошо сохраняет тепло. Здесь, на самом деле, инновационность в том, что, используя качественный материал, который уже зарекомендовал себя уже столетиями, именно керамику, мы уменьшили толщину стены, сделали продукт теплым для конечного потребителя и энергоэффективным. Это получилось сделать за счет, скажем так, внедрения новых технологий, использования, скажем, классического элемента, классической глины. Применяемые экологически чистые материалы, это глина, опилки, вот, сделали продукт паризованным, что позволяет сохранять тепло зимой и, скажем так, комфортную температуру летом. Еще одно преимущество – материал не выделяет вредных веществ. Впрочем, есть и минус – это цена. Пока паризованные керамоблоки местного производства дороже ряда продукции, которую производят, например, в Подмосковье. Сейчас, помимо жилья, из такого кирпича в республике возводят садики, школы, другие социальные объекты, где не стоит экономить на качестве материалов. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова